Эти добрые люди Пускай закрывают университеты, устройте кафедры в городских залах и на базарной площади, вперед, юные поколения, иди воинам во имя общей истины и народной свободы. С таким призывом обращался к российскому студенчеству в 60-х годах 19-го столетия известный возмуститель спокойствия и сподвижник Герцена Николай Огарев. Студенты и революция в России. У нас в гостях историки Андрей Андреев и Дмитрий Цыганков. Здравствуйте. Андрей Андреев, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России 19-го начала 20-го веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций в том числе, русские студенты в немецких университетах 18-й, первой половины 19-го веков и российские университеты 18-го, первой половины 19-го веков в контексте университетской истории Европы. Дмитрий Цыганков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник кафедры истории 19-го начала 20-го веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций в том числе, Владимир Иванович Гирье и Московский университет его эпохи, вторая половина 19-го начала 20-го веков и Московский университет в городском пространстве начала 20-го века. Университеты в России – это такая достаточно сложная институция, которая, с одной стороны, научный центр, где формируются кадры ученых, где создаются научные школы, с другой стороны, на определенный социальный проект государства, который с помощью университетов решает проблемы рекрутирования в чиновничью среду тех или иных людей, решает вопросы создания унифицированного образа человека империи и так далее. И в силу того, что университет многолик, неоднороден, наверное, и стоит говорить о том, что нет какого-то одного образа университета. Образ университета слишком разноплановый. Есть образ того университета, который транслируют для студентов профессора университета, который приобщают к культурным ценностям, к научным ценностям. Это один университет. И есть тот образ университета, который формируют студенты, для которых университет – это не только наука, но и определенная часть жизни, может быть, лучшая часть жизни, которую они должны прожить так, чтобы, так сказать, было возможно вспоминать эти года как лучшие годы своей жизни. И вот эти два университета и по ценностям, и по интенциям, с моей точки зрения, очень и очень сильно различаются. И чем ближе к началу XX века, тем очень серьезно расходится университет профессоров и университет студентов. И вот сама эта ситуация уже рождает очень сложную конфликтную среду. А когда вообще студенчество начинает восприниматься как определенная сила, враждебная, опасная по отношению к государственному порядку. Именно сила. Это же происходит, конечно, далеко не сразу. Ну, первично студенты, как мы себе представляем, европейские – это бродячая такая масса, которая ходит по Европе, которая, прежде всего, влияет на экономику города. Там, где студентов много, там город, естественно, за их счет богатеет, потому что каждый студент приносит в своем кармане определенное количество тайлеров, гульденов и так далее. То есть наличие студентов – это хорошо. Чем больше их, тем богаче государство. Даже в XVIII веке есть такая традиционная борьба, какое государство привлечет в себя больше студентов. Это очень здорово. То есть никто их не боится. И что-то происходит в веке XIX. То есть все происходит сравнительно недавно, вот примерно 200 лет, как этой новой истории, студенческой истории. Пожалуй, точка отчета может суждать 1817 год. Так называемый праздник близ замка Вартбург. Вартбургфест по-немецки. Вартбург – это очень известный замок в немецкой истории. Наверное, многие знают, что именно там скрывался Лютер от преследования. И именно там была им переведена Библия на немецкий язык. То есть там, по сути, родился немецкий язык, там родилась немецкая культура. Поэтому и студенты выбрали этот замок совершенно не случайно. С одной стороны, в 1817 году праздновалось 300-летие реформации. 300 лет со дня тех событий, которые я только что упомянул. С другой стороны, это было место рождения Германии, немецкого единства, немецкой культуры, немецкой идеи, как мы бы сейчас сказали. И вот именно там студенты провозгласили эту немецкую идею в ее полноте. То есть нам не нужны монархи, нам не нужны герцоги, графы, короли в Германии, нам нужна единая Германия, Верзен, даст дольче фольк, да, мы немецкий народ, которому не нужны всякие мэттернихи, там, всякие прусские короли. Это нас объединяет в нечто более важное, чем вот эти внешние государственные скрепы. А Германия тогда была разбита чуть ли не на 50 разных государств. И каждое из этих государств, особенно Австрия, особенно мэттерних, очень обеспокоилась, что это такое студенты сделали, зачем это. И вот впервые, собственно, в Арбургский праздник он повлиял на политику Европы в целом, потому что тот же мэттерних инициировал знаменитые карлсбасские конвенции, которые должны были контролировать студентов во всех университетах, по крайней мере Германии, а потом это было воспринято и в других странах. И с другой стороны, это же движение дало толчок к объединению Германии. Не будь этого праздника, у нас не было бы торжествующего бисмарка еще, соответственно, через 50 с лишним лет. Вот от этого идут события. Но дальше я не буду подробно говорить. Конечно, 1848 год, где в каждом из государств Европы, а революция затронула почти все государства Европы, студенты очень активно выступали с наиболее радикальными политическими лозунгами. А влияние этой революции на Россию самое прямое. Николай I, именно вследствие этой революции, запретил набирать почти на все факультеты, кроме медицинского, большое количество студентов. Было введено ограничение по числу студентов университета. В 1848 году по Европе прокатилась волна революции. Этот год называли «Весной народу». Сначала революция произошла на Сицилии, затем во Франции. Основной задачей революционеров было установление гражданских прав и свобод. События этого года сильно сказались и на общей ситуации в России. С одной стороны, русские войска участвовали в подавлении национального восстания в Венгрии, где они оказались по приглашению австрийской короны. Таким образом, российский император Николай I еще раз подтвердил, что он неукоснительно будет бороться с революционной заразой в Европе. С другой стороны, в самой России начался поиск внутренних врагов, революционеров. Изменение общественной атмосферы быстро почувствовали русские профессора. «Нам, русским ученым, достанется за эту революцию», – писал Сергей Михайлович Соловьев. «Это мрачное семилетие, так называемое, 1848-55 год, связанное с именем Николая I, оно дало очень жесткие, очень тяжелые воздействия на студенчество. То есть студенчество попало под контроль. Есть известные воспоминания. «Мы пришли в университет учиться», – пишет один мемуарист. А первой лекцией, которую нам прочитали, было построение во фрунт. Первым занятием, которое нас обучили, было занятие умения отдавать честь начальству университетскому при встрече. Студенты обличены в мундиры, они почти что военные. Это же одна из николаевских идей, да, военизировать образование. И вот таково было это мрачное семилетие, когда очень резко студентов сдавили, стали контролировать, дисциплинировать. Естественно, это рождало внутренний протест. Но потом-то самое любопытное в России бывает не тогда, когда давят. Мы можем очень много выдерживать. А тогда, когда пружина разжимается, когда пресс убирают. Потому что с воцарением Александра II пришли новые начальники, пришла новая вообще атмосфера в Министерстве посвящения. И тут-то оно и началось. То есть началось не тогда, когда давили, а когда отпустили. Последствием мрачного семилетия, наверное, является, если так можно сказать, веселое, да, семилетие, следующее с началом нового царствования. Да, это Министерство Евграфа Петровича Ковалевского, очень интересного человека, пытавшегося создать из университета настоящие научные школы, но с другой стороны, предоставившего широкие свободы студентам и позволившим студентам выйти на улицы, отстаивать какие-то свои идеи, лозунги и так далее, и тому подобное. И, собственно говоря, на Министерство, ну, фактически, да, на Министерство Ковалевского приходятся первые массовые студенческие волнения в русских университетах, волнения 61-го года. Волнения 61-го года, нельзя сказать, чтобы они политические, но в ходе этих волнений студенты почувствовали себя с силой. Они обращались с петициями, с каким-то требованием по отношению к университетскому начальству, к ректору, к попечителю, даже к генерал-губернаторам Москвы и Петербурга. И различные попытки сдержать студентов в рамках, заставить их заниматься сугубо научной деятельностью, не имели успеха. Ситуация 61-го года – это первая ситуация, когда, ну, в том числе используются внешние по отношению к университету силы для того, чтобы студентов заставить успокоиться, заставить снизить накал страстей и так далее и тому подобное. В общем, вот это веселое семилетие – это та эпоха, когда студенты, понимая, что на них обращают внимание, пытаются стать, ну, какой-то определенной силой. Они настаивают на принятие тех или иных решений, они обращаются с коллективными требованиями, с коллективными петициями, ну, и рождается, ну, вот тип лидера студенческих организаций, рождается, ну, говорят, студенты пытаются сформировать систему, новую систему взаимоотношений с профессорами, пытаются профессоров использовать для достижения своих целей. Ну, вот в эту эпоху, с моей точки зрения, происходит что-то очень важное в русских университетах с точки зрения формирования облика студентов университета. А на что жаловались тогда вот? Все-таки повод-то был неполитический. Ну, студенты хотели возникновения различного рода студенческих организаций в рамках университета. Формально они не имели прав на создание подобного рода организации. Ковалевский на некоторое время разрешил создание таких организаций. Но формирование каких-то корпораций, пользующихся правами самоуправления, ну, выглядело, ну, достаточно своеобразным в строго иерархичном русском государстве. Поэтому после того, как студенты стали проявлять какие-то признаки свободномыслия, требовали, ну, я не знаю, там, наказать виновных за обиду, нанесенную одному из членов студенческой корпорации или требовали у полиции извинения за, значит, какие-то негативные действия по отношению к студентам университета, это вызывало, ну, свое родное такой, свое родное коллективную отповедь со стороны студентов. Студенты выходили на улицу и требовали удовлетворить их требования. То есть лозунги и требования студентов, они касались не науки, а касались взаимоотношения студентов, ну, со всеми силами внутри университета и внешними по отношению к университету сил. Простите внимание, не так важно, что они требовали, ну, действительно, извинение полиции, как важно, что они просто требовали. И ведь вот эти слова о применении студентами силы, осознание себя силы, они абсолютно буквальны. В Петербурге университет был закрыт, вот в разгарах их волнею, университет был закрыт, попечителям официально опечатано, сказано, что занятий больше не будет, пока, соответственно, ну, там, нужно было членским билетом расписаться, то есть специальный пропуск на посещение лекции, все это, как бы, сделал перерыв в семестре, да. Студенты собрались и явились перед домом попечителя, который принял это решение, естественно, по поручению министерства, и потребовали, чтобы он к ним вышел. То есть они его, говорили другим языком, осадили в собственном доме. Полиция на все это смотрит, а что она будет делать? Стрелять по ним. Попечитель к ним вышел, он был такой добрый, милый старичок, генерал такой типичный, как и Ковалевский, он тоже бывший генерал такой инженерных войск, ну, милая такая, старое покорение, понимаете, да. Он как бы разводит руками, собственно, даже не он это придумал, и он согласился открыть университет. Студенты возликовали, вызвали коляску для попечителя, он сел в коляску, и по Невскому проспекту едет коляска попечителя, а кругом идут студенты. То есть такая масса, я не знаю, несколько сотен студентов, они как бы его везут, конвоируют. Придумайте еще слова для этого образа. То есть студенты везут в университет своего попечителя, чтобы он этот университет торжественно для них открыл. Что это как неосознание своей силы. Прекрасный образ, это впервые вот такое, то есть это действительно студенты чувствуют, что они чего-то могут добиться. В условиях тогдашней России это единственная сила, которая коллективно выходит на улицу, участвует в каких-то, то есть выдвигает какие-то требования и коллективно следит за выполнением этих требований. Никакой другой силы в России, ну, по крайней мере, в 60-е годы нет точно. Что и появился соблазн, что если мы можем какие-то требования экономического или какого-то технического порядка выдвигать и добиваться результата, то потом можно идти дальше? Мне кажется, с одной стороны, появились внутри студенчества приятные воспоминания о том, что мы можем. И они передавались из уст в уста. Следующее поколение хотело, по крайней мере, повторить подобного рода успехи, заставить попечителя сделать то, на чем настаивает студенческая корпорация и так далее. А с другой стороны, когда уже стали появляться различные роды политические силы в России, которые были, ну, в общем-то, внешне, опять-таки, по отношению к университету, они будут пытаться использовать вот этот опыт для решения уже каких-то своих там стратегических или тактических задач. То есть вот первоначальные волнения студентов, они не политические. Они, конечно, корпоративные, связанные, ну, я не знаю, с системой воспитания, с системой нравственных ценностей, ну, может быть, до некоторой степи с ориентацией на Европу, потому что понятно, что 1948 год – это, конечно, идеал. И те газеты и журналы, которые читают студенты, они пусть иносказательно, да, в эпоху цензуры, менее иносказательно, когда цензура смягчена, ну, говорит о тех достижениях, которые есть в Европе. И студенты, ну, просто копируют то, что есть западному. Потом вот появляются вот эти приятные воспоминания и появляются политические силы, которые приятные воспоминания и опыт студентов пытаются использовать, ну, в каких-то своих целях. С одной стороны, есть либерально настроенная профессура, ну, которая тоже бывшие студенты, может быть, из тех, которые коляску сопровождали, попечителя. С другой стороны, есть научное направление работы, а есть вот всё остальное. И вот они всегда в противоречиях находятся. И, с одной стороны, государство, ведь университет содержался государством, это была дотационная система, то есть плату за образование, но если брали, то не сразу, и не много, и не со всех. Хотя оно было и в том числе и сословным, и достаточно до состоятельных людей. И количество студентов было такое большое. В общем, по России мы уже сказали, что Николай его награничил количество, но тем не менее, всё равно вот это продолжало, это разделение, оно потом мы к нему вернёмся, но надо, чтобы наши уважаемые зрители об этом обязательно помнили, что есть два направления. Ну, мне кажется, вообще то, что вы сказали, это очень важно. Дело в том, что на волне вот этого весёлого семилетия система управления университетом была построена таким образом, что именно на профессоров возлагался контроль за студентами. Государство пошло навстречу новым профессорам, новым молодым профессорам, считая, что они смогут сдержать это студенческое движение, считая, что они смогут его контролировать. И фактически всё университетское управление по Уставу 63-го года было поставлено под назор, ну, в том числе молодой, в большинстве своём, либеральной профессуры. Ну, в ответ государство, естественно, рассчитывало на то, что студенческие волнения прекратятся, будут использоваться какие-то свои методы. То есть государство не будет обращать внимание на университеты, из университета уйдут вот эти массовые выступления. Но именно вот эта надежда государства на то, что новые профессори решат все проблемы университета, она не оправдалась. Ну, естественно, события, перевернувшие университетскую историю 60-х годов, это выстрел Каракозова, 66-й год, студент. Да, студенты, значит, что-то в университете не так. Правда, бывший студент, совсем студент, но всё-таки, да. Ну, человек, ну... Имевший отношение к Караковскому институту. Раскручивая к Караковскому институту, вышли на существование различного рода уже, ну, может быть, даже политической организации не было, но каких-то тайных... Кружков. Тайных кружков, которые, скорее, даже не университетские, в смысле университетского движения, да, но вот каких-то групп студентов, у которых действительно радикальный взгляд. Ну, естественно, это вызвало попытку пересмотреть систему управления университетом. Ну, и очень долго шла дискуссия о том, как управлять университетом, что делать с этими профессорами, которые действительно авторитетны, но которые не могут решить студенческий вопрос, да. В результате принимается университетский устав 1984 года, который кардинально меняет систему управления студентами. Вводится должность инспектора студентов. Инспектор студентов не принадлежит к университетскому миру. Это чиновник, которого находит попечитель, ну, кандидатуры он может рассматривать любые. Вот вопрос об увольнении студентов из университета решает теперь не совет университета, то есть не коллегия профессоров, а правление университета. То есть, опять-таки, по докладу инспектора университета, то есть фактически этот человек получает контроль над студентами. И создается такая система, которая к прежним конфликтам, уже имеющимся, уже имевшимся, создает целый ряд новых конфликтов. Студенты начинают негативно относиться к университетской администрации. И это негативно, ну, потому что они увольняют. Они та сила, которая приносит наибольшее количество бед, наибольшее количество потерь для студентов. Они наказывают. И вот это отношение студенческое, оно переносится и на администрацию, и на профессоров, и на государство. Эта же инспекция является представителем государства для студентов университета. И возникает, ну, в общем, такая достаточно сложная ситуация в 80-х, 90-х годах. Когда? С одной стороны, по студенческим правилам, которые являются дополнением к университетскому уставу 84-го года, студенты называются отдельными посетителями университета. Им запрещено создавать какие-либо организации, любые организации, даже имеющие благотворительные цели или вполне научные. Никаких коллективных действий совершать студентам запрещено. То есть студенты не могут совершать никаких коллективных действий. Это с одной стороны. А с другой стороны, значит, сложные отношения студентов с администрацией. А с третьей стороны, ну, скажем так, неформальное разрешение со стороны профессоров иметь различного рода общестуденческие организации, например, такие как землячество. То есть профессор знает, что эти организации существуют, считает, что их существование возможно, но существование этих организаций нелегально. С одной стороны, реформы университета, они определяются самими проблемами университетской жизни, корпорации, о которых мы говорили в прошлых передачах. То есть есть университетский вопрос и есть отдельно от него студенческий вопрос. И вот то, что студенческий вопрос в 60-е годы вышел на передний план, это создало колоссальную диспропорцию восприятия университета как такового. То есть кажется, что главное при реформах усмирить студентов. Понимаете, в университете масса других проблем. Вот часть мы их затронули. Но кажется, что мы должны принять такой устав, при котором не будет именно студенческих волнений. И два ответа сразу. В 63-м году. А давайте все передадим профессорам. То есть вернемся к профессорской корпоративности. Ну, помните, мы ее обсуждали в прошлой передаче второй. И мы говорили, что у профессорской корпоративности масса своих минусов. Что это не тот путь, по которому шел классический университет, в котором профессора назначались, получали полную свободу научного исследования, но не могли влиять друг на друга. То есть не решали между собой какие-то проблемы. У нас после 63-го года либеральные профессора иногда получают лидерство в корпорации. Чем они занимаются? Легко догадаться. Они сводят счеты со своими прежними консервативными профессорами. То есть начинаются те самые внутрипартийные университетские дрязги, которые вообще свойственны и средневековому университету, и университетской корпоративности в России на раннем этапе, и сейчас. То есть тут же проявляются худшие черты университетской корпоративности в России. И от этого, между прочим, страдали прежде всего сами либеральные профессора, потому что начальства не было на их стороне. Когда они пытались доказать, что они здесь могут, что они это университет, а вот те старые профессора уже не способны ни на что, начальство их тут же осаждало, и это приводило к массовым отставкам. Ну, одна такая история христианская, это, конечно, Чечеринская история, собственно, или Лешковская история, как ее называют. То есть это шло вред университету. 1984 год, противоположная ситуация. Никакой корпоративности. Будем всех назначать, будем все контролировать. Опять выясняется, что на этот раз уже правительство не способно какую-либо самостоятельную мысль об университете противопоставить нарастающему либеральному движению. То есть правительство готово назначать только в знак недоверия университету. А так оно готово смиряться со всем на свете. То есть ни та, ни другая модель, как ни странно, не работает. То, что и та, и другая исходят из какой-то студенческой опасности, представления, что университет опасен. Но не из внутренней логики его развития. Ни та, ни другая модель не думают о том, как лучше для науки, как лучше для знания. Ту цитату, которую мы приводили в начале, цитату Агарева, если ее там продолжить, и пусть закрывают университеты, заканчивается она чем? Что иди воинам во имя общей истины и народной свободы. Пусть закроют университеты, и да возникнет живая повсюдная наука. То есть, с одной стороны, он к науке апеллирует, что надо знания нести, просвещение в массы, а в общем-то это смута. Конечно. Это вот, ну да, как это, революция. Но получается, что вот то, что мы обозначили, то есть различные подходы связанные, ну то есть и та, и другая попытка, это же попытка создать тот университет, который будет понятен всем. Чтобы было понятно, у кого какая роль в университете. Какая роль у студентов, какая роль у профессоров, какая роль администрации, как достигнуть какого-то консенсуса, как вот выработать правила игры. Эти попытки на практике ни к чему не приводят. Потому что сохраняется очень хаотическая ситуация. Профессора не смогли, но они влиятельны у студентов. Администрация что-то хочет, но она совершенно не влиятельна у студентов. И студенты, видя, что существуют проблемы внутри профессоров, администрации, внутри самих профессоров, пытаются сами поучаствовать в управлении университетом. Что нового, 80-е, 90-е годы. Что отличает, скажем, студентов 80-х и 90-х от студентов 60-х. Вы зачитали фразу студентов 60-х. Покинь университет и проповедуй на улице. Покинь университет. 80-е, 90-е годы фраза такая. Используй университет. Завоюй университет. Да, завоюй университет. Стань в университете главным центром принятия решений. Попробуй посоревноваться с профессорами и администрацией за управление университетом. И вот эта ситуация, ну, такую ситуацию вообще сложно представить в каком-либо другом институте Российской империи. В этом, конечно, наша специфика и относительно вообще европейских университетов. Если можно, я еще немножко покритикую правительство, потому что я не могу не противопоставить нашей системе управления то, как управлялись тогда немецкие университеты. Где, еще раз, все назначалось, у профессоров не было никаких корпоративных прав, все блестяще работало. Много говорить не буду, мы просто представимся им на секунду одного очень умного чиновника по фамилии Альтхоф, мой любимый, что называется, у которого две тысячи корреспондентов в ученом мире Германии. То есть он, в принципе, знает всех немецких ученых. Конечно, масштабы сейчас другие. Что такое сейчас две тысячи ученых? Это капля в море. Но для тогдашней Германии это, ну, можно сказать, весь ученый мир. Он каждого знает. Открывается место в каком-то университете, ну, естественным путем. И он уже знает, кого на это место можно поставить из молодых, чтобы дать ему хороший старт, чтобы потом он мог куда-то пересесть. А немецкие системы, у них так устроено, что есть как бы университеты, где начинают работать, куда пересаживаются потом. Есть так называемые финальные университеты, где очень престижно, куда хочется дойти к концу жизни. И вот этот человек, он все это видит, вся система перед ним. И он делает так, чтобы лучше было, а, конкретному ученому, чтобы его потенциал раскрылся, б, конкретному университету, чтобы этот университет усилить. То есть никогда ничего против, только все ради университета. И ц, ради науки, чтобы наука в целом немецкая от этого тоже выиграла. Потому что каждый исследователь получает лабораторию, инфраструктуру, где двигает наука вперед. Вот так это все работает. И заметьте, какой отсюда вывод. Каждый профессор глубоко благодарен государству. Это удивительно, да, представить себе, что ученые и студенты тоже, они видят, что государство в их личной судьбе сыграло глубоко позитивную роль. Отсюда они опора государству. Отсюда экспертная база немецкой науки, немецких профессоров – это то, что создает передовой немецкий флот, передовую немецкую артиллерию, все, что создает так называемый немецкий милитаризм. Потом они, естественно, будут в этом каяться, но без этого невозможно было. Экспертная база создала немецкую военную мощь. Вы понимаете, да? И студенты, студенты все как один идут добровольцами. Я, кажется, забегаю вперед, но я имею в виду сейчас Первую мировую войну. Там вообще нет проблем у призыва в немецких университетах. Они все выступают на войну, потому что они обязаны этому государству, потому что оно когда-то им очень сильно помогло. Ну и совершенно по-другому у нас. Когда у нас министерство должно назначить профессора, оно выбирает не исходя из научного потенциала, а исходя из только одного критерия – благо, надежности. Потише, попослушнее. Есть такой очень хороший у меня пример. Деканов тоже назначали по 184-го года. Где-то они сменялись достаточно регулярно. А вот на юридическом факультете Московского университета декан не сменялся 19 лет. Ну, опять, нам это кажется нормально, да? А вот все-таки на ритме университетской жизни это совершенно абсолютное исключение в Российской империи. 19 лет один и тот же декан. Почему? Все профессора-юристы, легко догадаться, либералы, это будущие думцы, муромцев их лидер, да? Это же та самая эпоха 90-е годы. И единственный профессор на всем факультете, он вот тот самый, благонадежный, послушный, который никогда поперек министерства ничего не сделает. Его из раза в раз продляют деканом. 19 лет, пока он не скончался. Некого больше. Ну, вот сама эта ситуация, она уже конфликтна. Студенты тоже ведь наблюдают за назначением профессоров. И они понимают, что от профессоров зависит в том числе и качество их обучения. И они уже даже в этом процессе пытаются участвовать. То есть, с чего начинаются различные роды студенческие конфликты, волнения в 80-е и 90-е годы. Студенты пытаются сместить с занимаемых должностей профессоров, которые с их точки зрения являются ненастоящими учеными, и получили свои назначения в результате вмешательства министерства, в результате вмешательства государства. Целый ряд такого рода историй происходит в 90-е годы в большинстве своем на медицинском факультете. Факт назначения профессором университета, любого, например, лейб-медика, то есть медика, связанная с императорской фамилией, вызывал, в общем-то, такие достаточно негативные реакции со стороны студентов. А что значит вызывал? Значит, студенты обсуждали этот вопрос в каких-то органах местного самоуправления, писали профессору соответствующее письмо. Мы знаем, как вы стали профессором. Большая просьба покинуть Московский университет, потому что ваше преподавание не сможет развить лучшие его традиции. Если профессор не соглашался, студенты навещали такого профессора на дому и повторяли ему свои пожелания. И были случаи, например, в том же Московском университете, когда медики покидали свои кафедры под воздействием студентов. Еще же возможно было блокировать лекции. Можно было просто напрямую вмешиваться. Я думаю, что про лекции сейчас мы тоже отдельно поговорим. Но вот сам факт, что студенческие организации, незаконные, нелегальные тайны пытаются влиять на атмосферу в университете и контролировать назначение университетских профессоров. Это ситуация какая-то, в общем-то, абсурдная. Главное, что профессора с этой властью соглашаются. Притом, посмотрите, студенты не выдвигают никаких политических требований. Они вроде бы, опять-таки, борются за науку. Но ведь одно из последствий подобного рода действий – это полный управленческий хаос, нарушение нормального хода жизни в университете. Студенты, получая возможность повлиять один раз, пытаются повлиять во всех тех узловых моментах, когда с их точки зрения происходит несправедливость. Вы считаете, что это были, с одной стороны, искренние требования? Или это все-таки было лукавство, когда они требовали смещения тех или иных профессоров? Где происходит вот это смещение акцентов, когда уже студенты перестают дорожить наукой как таковой, научной деятельностью, а больше поддаются соблазну вести такую активную политическую, общественную деятельность? Ну, с моей точки зрения… Самоидентифицировать себя в обществе как некая сила? Тут вот очень сложно вот эту грань однозначно провести. Но с моей точки зрения… Понятно, что это процесс, конечно. Да, это достаточно длительный процесс, и он используется разными силами по-разному. То есть, безусловно, в этом процессе есть люди из академического мира, которые могут что-то представлять о действительном раскладе сил в научном мире, могут оценить того или иного профессора, сформировать какое-то, ну, более-менее объективное видение того или иного профессора. Но есть люди, которые явно используют эту ситуацию для создания прецедента. Им не важно, кто, по какой причине им важно, что студенты высказывают какое-то недовольство, начинается процесс, и различные родственные организации становятся влиятельными. К их мнению прислушиваются, студенты видят, что какие-то студенты могут сместить профессора. И вот эта ситуация начинает использоваться. То есть, повторяю, вопрос вот этот, он такой, в общем-то, по большому счету, академический. Начинается все с академического вопроса. Но затем возникают различного рода студенческие организации, которые пытаются использовать академические проблемы для создания новой атмосферы в университете, с одной стороны. А с другой стороны, создают ситуацию, связанную с ростом числа недовольных в университете. То есть, цель вот этих политических организаций – создать как можно больше недовольных в университете. В эти 90-е годы встает вопрос о создании, скажем, координирующего органа всех студенческих организаций. Вот этот вопрос, когда возникает, то есть, вот этот тот момент, когда возникает политическая организация студенческая, когда ставится вопрос о создании какой-то единой студенческой организации, которая будет выступать в роли руководящего центра по отношению к разношерстным, решающим совершенно разные проблемы студенческим организациям. Все-таки, отвечая на ваш вопрос, когда студенты перестают заниматься наукой, начинают заниматься политикой, Большая часть. Большая часть. Можно же так еще на него посмотреть. А как меняется понимание науки студентами? Может быть, им кажется, что они продолжают заниматься наукой. И это действительно так. Потому что в те годы, о которых мы сейчас говорим, под наукой понимается то, что противостоит государству. То, что ведет к либерализму, к свободе, к конституции, к демократии. Вот это наука. А если вы там какую-то просто вашу рягушку режете, хотя это тоже, на самом деле, это плохой пример. Рягушку режется передовая наука как раз, да. Потому что... Ну, сейчас я вам приведу пример, это, наверное, будет лучше ясно. Один известный профессор, который читал лекции по философии, его спрашивали, почему на ваших лекциях столько людей? Вы же читаете достаточно скучные метафизические абстракции. Говорит, вы думаете, они пришли сюда, чтобы разобраться в метафизике? Нет. Они ждут, когда я начну ругать Господа Бога. Понимаете, да? Вот образ. Поэтому и лягушку тоже можно изучать. Почему? Потому что, на самом деле, это материализм. Потому что Бога-то нету. Посмотрите, я сюда нажму, и лапка дернется. То есть, вот это наука, значит. Мне кажется, вот развивая тот образ, который Андрей Юрьевич предложил, вот можно поговорить о ситуации, связанной с так называемой историей Ключевского, которая хорошо показывает, какую роль, как смотрели на себя профессора, какую роль отводили профессорам студенты, и как это было связано с системой управления университетом. Василий Ключевский – историк, академик, почетный академик Петербургской академии наук, профессор Московского университета и Московской духовной академии, создатель научной школы. Ключевским созданы труды по истории крепостного права, сословий, финансов, историографии, в том числе «Древнерусские жития святых» как исторический источник и «Боярская дума Древней Руси». В конце 1994 года Василий Иосифович Ключевский прочел лекцию, посвященную памяти недавно скончавшегося императора Александра III, в которой достаточно высоко оценил внешнюю политику почившего в Бозе императора. Его лекция в «Обществе истории древности российской» была отпечатана в качестве отдельной брошюры, распространялась в научной среде, в том числе прочли студенты. Повторяю, ну, то есть фактически это было такое позитивное, позитивистское изложение внешней политики императора Александра III. Но с точки зрения общественного мнения, ну, понятно, что Александр III душитель свобод, создатель фактически новой системы цензуры, человек, который вёл новый университетский устав, который кардинально изменил студенческую жизнь, который создал ненавистную систему инспектуры. И вот либеральный профессор, наиболее любимый студентами, на лекции Ключевского собирались студенты со всего факультета, позволил себе в публичном произведении положительно оценить, ну, пусть, внешнюю политику этого самого императора. Студенты тут же решили Ключевского поправить, объяснить Ключевскому, как стоит преподавать русскую историю, как стоит оценивать различные общественные и политические процессы, которые происходили в России. Кружок студентов-марксистов, что само по себе достаточно интересно, решила сорвать одну из лекций профессора Ключевского, чтобы было понятно, что Ключевский больше не отвечает тем требованиям, предъявляемым к либеральному профессору, которые имеются у общества, да, что общество осуждает этого ренегата, этого человека, пошедшего на поводу у реакционных сил. Ну, с обратной стороны обложки речи Ключевского студенты приклеили басню Державина «Лисица казнодей». Ну, смысл этой басни вполне такой понятен, что при жизни царя, зверей, льва всего ужасно боялись и испытывали различного рода от него неудобства, а когда он выбрал, все стали говорить, какой был прекрасный человек. Так вот, эту басню приклеили с обратной стороны брошюры Ключевского и стали распространять по университету и попытались сорвать лекцию Ключевского. То есть студенты пришли на лекцию Ключевского и во время обращения профессора к студентам начали его затоптывать ногами. То есть топать ногами. Поскольку на историко-филологическом факультете авторитет Ключевского был чрезвычайный, это самый популярный профессор, То часть студентов стала шикать на тех студентов, которые топали. В результате возникла такая странная ситуация. То есть был нарушен порядок на лекциях. Зачинщиков обструкции Ключевскому удалось изгнать, но по докладу инспекции, инспекция на глазок в большую аудиторию определила, кто был зачинщиком, кто был организатором. И решением университетского управления эти зачинщики, выявленные на глазок, были уволены из университета. Тогда профессора, в том числе Ключевский, на лекцию которого студенты попытались его затопать, написали письмо на имя генерал-губернатора с требованием разобраться в деле. Что уволены на самом деле не те студенты, которые все это дело организовывали. Среди увольных настоящие ученые, у которых большое будущее и большая перспективная карьера. Давайте разберемся. И московский генерал-губернатор с помощью Министерства внутренних дел пересматривает решения университетского начальства. То есть, опять-таки, ситуация непонятна, кто чем руководит. И вот зато хорошо понятно, как академические вопросы перерастают в политические и какое представление о науке, скажем, у большинства студентов. Вот с моей точки зрения, вот эта ситуация очень показательна, как профессора пришли к этой идее. Опять на квартиру к профессорам пришли студенты и сказали, или вы пытаетесь решить эту проблему с помощью собственного авторитета, либо мы устраиваем сходку на дворе университета и устраиваем неповиновение властям. Что тогда будет дальше происходить, мы не знаем, но, так сказать, нам надо бороться за товарищей, которые не смогут продолжать образование, поэтому лучше уж вы нам помогите, нежели допустите кровопролитие, ну, значит, в стенах университета. И профессор, который согласился, ну, не согласился, он обещал, по крайней мере, поговорить. Его студенты конвоировали, вот раньше конвоировали с почетом попечителя, а этого профессора завязанными глазами по Москве везли на сходку студентов и объясняли тому, что от него хотят. Если мы говорим о революции, то университет это первое место в Российской империи, где существует система двоевластия. И тоже обратите внимание, есть совет, то есть советы, союзный совет студенчества, нелегальный орган, который контролирует легальные органы управления университетом, правда, который тоже называется советом. То есть есть совет университета, профессорский, и союзный совет тайной студенческой организации, которая, ну, настаивает на проведение в жизнь, ну, тех идей, которые у нее имеются. И вот эта ситуация 90-х годов, она, по-моему, только будет распространяться на все слои русского общества. Но вот модель вот эта, она вообще берется из университета. Вот эта ситуация, революционная ситуация, она берется из университетской жизни. И, собственно говоря, в университете ведутся споры и дискуссии между теми же людьми, которые в начале 20-го века на политическом уровне будут вести различные дискуссии. Там, те же кадеты-октябристы и даже, значит, социалисты-революционеры, это все те студенты, которые друг с другом спорят внутри союзного совета в эти самые же 90-е годы. Они очень негативно относятся по отношению друг к другу. Ну, известно, например, что Маклаков, будущий лидер кадетов Василий Андреевич, да, и Чернов, будущий лидер социалистов-революционеров, они друг друга на дух не переносили, но действовали внутри вот этой нелегальной студенческой организации, пытались ее направить по тому пути, который считали наиболее благоприятным. То есть внутри, конечно, там дискуссии, но по отношению к университетскому начальству, к профессорам, все эти организации занимают консолидированную позицию. Они пытаются свой авторитет, величие утвердить хотя бы в рамках университета, потому что это единственное место, на которое пока распространяется их власть и влияние. Вот сама эта ситуация, это 90-е годы, она не менее революционная, чем 900-е годы. Фактически университетская среда – это была единственная возможность для радикально настроенных студентов или вообще для революционно ориентированных организаций проводить эксперименты, потому что ни в армии, ни еще где-то там в промышленности, ни рабочего движения, как с кого-то серьезного не было. Там отрабатывались методы пропаганды, да. То есть это вот тот самый полигон, та самая площадка. Да, и ведь дальше действительно становилось все хуже. Я хочу напомнить, что, ну, то есть начинаем мы с поводов для волнений чисто учебных, да. 99-й год, введение новых временных правил о студентах, и мы уже перерастаем чисто учебные требования. Во-первых, по поводу 99-го года поступают уже чисто политические лозунги. А во-вторых, итогом этих волнений служит нечто невиданное никогда прежде в России. Это первое политическое убийство. Я, конечно, не считаю сейчас Каракловский выстрел, да, но первый выстрел в министра, да, не в императора, не то, что было в эпоху народной воли, но сигнал к массовому террору, а мы с вами знаем, что в 900-е годы просто министров и губернаторов отстреливают как куропаток, прошу прощения за этот образ, да. Так вот, первый выстрел был сделан, значит, в Министерстве народного посвящения, студентом, опять-таки, да, Московского университета, Карповичем, который выстрелил в министра народного и убил... Да, бывшего профессора, ставшего министром Николая Павловича Боголепова. Это 99-й год. Дальше, 901-й год, может быть, Андрей Андреевич об этом подробнее расскажется, если отчет нужным, характернейшая история, которая началась-то, с чего студенты возмутились даже не по поводу университетского начальства. Их возмутил издатель популярного журнала и газеты «Гражданин», да, значит, из этого вырастает колоссальная волна 1901-го года, в которой будут вовлечены большая часть профессоров Московского университета, пытавшихся помочь студентами, и окончат это тоже массовыми профессорскими отставками, когда профессора поймут, что их требования не выполняются. То есть студенты вовлекают свою деятельность профессоров, вынуждая тем самым косвенно тех вступать в конфликт с начальством и уходить потом из университета. И все это раскручивается, раскручивается уже к пятому году. Университет – это та лакмусовая бумажка, по которой всегда можно было оценить состояние русского общества вот с середины 19-го века. Вы цитируете чья-то фраза «барометр русской революции». Да, у студенчества есть барометр русской революции. То есть, по сути, вот тот всплеск революционный, который студенты внесли в пятом году в российские университеты, он во многом эти университеты, если не совсем похоронил, то сделал невозможными их дальнейшее нормальное развитие. Еще много студентов участвовало в боях, применяло оружие, было арестовано, расстреляно, там еще много чего было. Вот, то есть я опять вернусь к одной. Студенчество дискредитировалось. Да, мысли, которые проручало, то есть уже почти не идет речи, хотя, конечно, об этом думают, как развивать науку в университетах, а речь идет только о том, как вообще университет хоть как-то держать в рамках. И поэтому, с одной стороны, опять после пятого года же приходят либеральные деятели к руководству Министерного развлечения. Приходит такой замечательный Иван Иванович Толстой, который пишет очередной либеральный устав. Вы понимаете, это вот наши российские качели, наша такая, значит, константа, у нас принимается плохой устав, хороший устав, плохой устав, хороший устав или наоборот, да, либеральный, консервативный. Да, но в реальности от этого ничего не меняется. Ничего не меняется, совершенно верно. Так вот, был подготовлен очередной, на этот раз либеральный устав Министерством Толстого, да, и он обсуждается, то есть все пусть будут контролировать профессора. Потом все-таки этот устав Дума не утвердила, там были ряд возражений, приходят более консервативные министры, наконец приходит такой замечательный министр, Лев Аристидович Кассо, дворянин из Бессарабских помещиков, учившийся в Берлине, человек насквозь европеец, насквозь западный. Преподавал он гражданское право, вообще хорошо знал юриспруденцию, и уже в этом смысле тоже мог немножко оторваться от жизни. Вообще хорошее знание права, оно позволяет как бы на российскую жизнь, взялое высоко, понимаете, воспарить надо российскую жизнь. И вот такой профессор-юрист получает власть. Понимаете, да, как это интересно в дореволюционной России? Прошедший через вот здесь этот университет, о котором мы с вами говорили. Да, все это видишь, все это прекрасно понимаешь. И вот у него, собственно, несколько простых идей, которые так можно сформулировать, что в этой стране уже ничего сделать хорошего нельзя, если так совсем коротко говорить. Он считает, что, собственно, в нынешнем виде российские университеты не могут нести, в принципе, науку. Поэтому нынешние университеты, с ними нужно сделать что-то, чтобы просто, не закрывая их, как-то кардинально изменить их состав. Вот что-то есть совершенно испорченное у нас. Вот что мы будем делать с испорченными продуктами? Мы попробуем их съесть. Нет, лучше их совсем выбросить. Можно свалить. Ну вот да. Вот некую такую операцию по вот этой варке университетов косой придумывает. Видимо, все-таки это была его идея, хотя тут сошлось несколько разных моментов, в том числе студенты постарались. Я еще раз говорю, мы говорим сейчас о истории 2011 года. Замечательная история, которая венчает кризис университетов, после которой, может, говорить, что вообще уже от российских университетов, ну, не сказать, ничего не осталось, но они находятся в очень глубокой яме, да, после 2011 года. Что придумал Кассо, что вообще не началось, да? Ну, начали, как всегда, студенты. Как в пьесе, первую реплику кто-то подает, а потом дело идет к совершенно непредсказуемому финалу. Первой репликой было желание студентов отметить, политически отметить, кончину Льва Николаевича Толстого. Тоже обратите внимание, опять кончина и опять манифестация. Вот, с моей точки зрения, тоже вот избирается самый... То есть, какой они безотвращения к этому... От неисшествия нельзя. Да, 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 да. На самом деле тоже вот об этой проблеме мы, может быть, не говорили, но вот это, опять-таки, студенты пользуются русскими традициями. Они понимают, что во время похорон, Толстой отдельно, правда, но во время похорон не будет никаких разгонов полиции. Именно поэтому такое значение, там, похороны Баумана имеют через всю Москву его. Да, те же студенты, кстати. Те же самые студенты. Да, да, только раньше. То есть, вот эти события, события, ну, которые важны с точки зрения такой, личностной, человеческой истории, начинаются использоваться в каких-то конъюнктурных целях. И здесь, может быть, не так сам Толстой важен, да? Я бы сказал, он почти не важен. Почти не важен, да? Сколько отдельные его высказывания, идеи, его авторитет, влияние и так далее и тому подобное. И Толстой в конце жизни, ближе к концу жизни, высказывался об отмене смертной казни. И вот эта идея становится тем лозунгом, который начинает объединять студентов. И студенты пытаются с этими лозунгами, значит, отправиться на похороны Толстого и в Москве устроить манифестацию, посвященную вот этой проблематике. И здесь КАСО, что называется, непропорционально реагирует. Он требует от руководства университета не допустить никаких шеств, не допустить никаких сходок. Естественно, у профессоров-то не получается. Все-таки слишком большой повод, слишком массовый. И тогда выходит уже в январе 2011 года новый циркуляр КАСО, который, в общем-то, провокационен, в котором открыто не говорится, но, по сути, выражается недоверие руководству не только московского, но и всех российских университетов. Поэтому циркуляру в случае, когда намечается крупная студенческая акция, полицмейстер Москвы имеет право подавлять ее собственными силами. То есть, как бы ответственность за студентов возлагается уже не только на профессоров, но и на полицмейстера. Подразумевая, что профессоры, значит, не способны к этому. То есть, полиция имеет теперь право заходить на территорию университета. Узнав об этом циркуляре, опять первые студенты узнали, и они подают свою репутацию. Они назначают на 27 января очередную стачку уже по поводу циркуляра КАСО. Сразу скажу, что стачки не было. Но происходит очень характерное последовательное событие. Провокация, как развивается. Первой, конечно, зашелилась полиция. Узнав об этой сходке, полицмейстер очень почтенно, и лично, и через своих чиновников, передает ректору Московского университета, что он, в соответствии с циркуляром, придет в университет, чтобы не допустить стачки. Ректор все это выслушивает, записывает себя. А сохранились эти записи ректора о том, как это, как его общение. То есть все происходит очень чинно, но уже, знаете, на таких натянутых нотах. Полиция приходит, смотрит студенты, ждут лекцию. Вы не стачка? Я утрирую, но идет именно так. То есть полиция вообще осматривает все скопления студентов в университете. Если людей слишком много, она начинает их переписывать. А это очень опасно. Студенты, попавшие в списки полиции, они могли быть отчислены почти моментально. Полиция несколько раз в течение дня проводит перепись студентов в здании Московского университета. Никому это не нравится. И к концу дня пресс-мейстер сделает итоговый доклад ректору и удаляется. Самое главное происходит в смысле косой в развитии истории на следующий день. На следующий день все правление университета подает в отставку, считая, что в таких условиях учебный процесс подавать нельзя. Прозрать нельзя. Подчеркну только, что все правление в этот момент принадлежит кадетской партии. То есть так получилось, что в этот момент университетская администрация полностью находится в руках либеральной профессуры. И те, верные уже и своим идеалам, и своей практике, и своему опыту вот этому бывшему студенческому, не согласны с тем, что происходит. Мне кажется, на самом деле ситуация, с одной стороны, и в политическом плане она приблизительно такая, но тут есть некие более сложные процессы, с моей точки зрения. Первая проблема, что администрация университета в принципе действительно не имеет никаких методов воздействия на студентов. Ну а как администрация университета самостоятельно может не допустить сходки на университетском дворе или сходки в той или иной аудитории? Он даже не знает ничего об этом. Ну, во-первых, ну нет, агентурные сведения есть, и на самом деле такие очень интересные. Есть переписка между профессорами. Ректор пишет, не ректор, а помощник ректора Любавский, по-моему, в 2004 году пишет профессору всеобщей истории Владимир Ивановича Гирье. Владимир Иванович, не приходите на лекцию, против вас будет устроена обструкция. Поэтому под каким-то любым удобным предлогом не приходите на лекцию. То есть на самом деле какие-то сигналы были. И директор какой-то информации... То есть информация была, но как воздействовать? Ну, даже в физическом отношении невозможно справиться с толпой. Нравственного авторитета у профессоров нет. Они не так популярны, как тот же Ключевский до этого, или как Трубецкой перед началом революции. То есть нет никаких тесных связей между профессорами и студентами. Нет тех профессоров, которые могут обратиться, и студенты остановятся. Последний, наверное, все-таки Трубецкой, до этого Виноградов, Ключевский. Но вот таких профессоров уже нет. Ну, конечно, это отставка, это проявление слабости от либеральных профессоров, это очевидно. Косот тут же реагирует, потому что он отставку не принимает, а их увольняет. Без права продолжения преподавания. После этого увольнения весь совет Московского университета стередоризируется со своим начальством, высказывает им поддержку, после этого начинается массовая отставка всех профессоров, поддерживающих либеральную партию. В итоге треть преподавателей уйдет вместе с этим правлением. Это, кстати, да, финал достаточно печальный, вот того процесса, о котором мы говорили, то есть политизация Московского, политизация университета. Хотя вроде бы, ну, странно, люди пришли учиться, да, это университет, место, это храм науки, да, Турбецкой, кстати, вот агитировал, что надо возродить это отношение к университету, как храм науки. И вроде бы мы уже привыкли, что в советское время всё слишком политизируется, иногда излишне, и всё мы пытаемся тут, наоборот, изучать революционные движения, значит, в университете с позитивной точки зрения, сейчас мы с критической точки зрения это изучаем. Но, тем не менее, это движение было, и оно было очень активным. И разрушительное воздействие имело и на общенаучные тенденции в России в целом, и вообще на, так называемый, университетские реалии, на высшую школу. Но, опять-таки, это был всего лишь результат развития общества в целом. Его вот той и духовно-нравственной сферы, и тех процессов, которые, к сожалению, были заложены достаточно давно. В конечном итоге это вылилось в события уже поздние, в революцию, и неспособность тех же либералов потом удержать ситуацию от того террора, к которому мы потом пришли. Ну что ж, на этом я позволю себе, наверное, закончить сегодняшний наш разговор. Вот разговор был вдвойне интересен и одновременно болезнен, потому что все мы выпускники Московского университета. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо большое. А вам, уважаемые телезрители, я хочу, как всегда, сказать, что встретимся мы с вами ровно через неделю и обязательно продолжим наши экскурсы в историю поиска истины. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин